В Якутске жильцы сразу 18 домов, которые обслуживает управляющая компания «Столичная», решили отказаться от этого поставщика услуг. Они уже определились с новой управляющей компанией, собрали пакет документов и уже были готовы оформить этот переход. Однако Управление госстроительства и жилищного надзора республики отказало в передаче этих домов новому поставщику услуг. В ситуации разбирался Дмитрий Тымыров. У Виктора Нощенко Астма. Говорит, что каждый день проживание в своей квартире для него сущий ад. Летом в квартире, когда идёт дождь, из потолка льёт, как из ведра. Зимой в квартире очень холодно. Стены покрываются плесенью. Я постоянно болею, постоянно простужаюсь, у меня приступы из-за того, что у меня грибок в квартире. Такая картина и у соседей. Жильцы дома по адресу Очеченко, 25, уже устали обращаться за помощью в управляющую компанию ЖКХ «Столичная», чтобы они устранили проблемы. Те, в свою очередь, кормят пустыми обещаниями. Под конец они уже устали. Сами начали потихо и ремонтировать свой дом. Надоело обращаться в ЖКХ. Я вот уже всё собрала деньги и отдала людям. И они мне сделали вот эти три двери. Вот входную дверь, эту дверь и ту дверь, что в коморку там никто не ходил. А дело в том, почему я поменялась, сильно за это вытративала. Потому что я не могла уходить из дома на полтора часа. У меня дверь замерзала. От бездействия управляющей компанией устали и жильцы других домов промышленного округа. В целом их набралось 18. У нас проблема очень большая с жилищной компанией сложилась. Они круглогодично ничего не делают. Трассы, вот видите, сами голые. А наши уговоры, чтобы они что-то сделали бесполезно. В свою очередь, администрация управляющей компании, которая обслуживает эти дома, уверяет, что все поступающие жалобы устраняются по мере возможностей оперативно. Жильцы до сих пор к нам обращаются. И мы выполняем заявки. У нас три аварийные бригады. Это суточные. Также у нас дневные смены. Также у нас дневные сварщики. У нас полностью в штате именно по сантехникам и сварщикам 18 человек. Сегодня жильцы тех проблемных домов решились на смену управляющей компании. Уже провели переговоры с другой обслуживающей организацией. Мы все жильцы согласились, чтобы у нас имен был. Я вот Людмиле Борисовне звоню, да, у нас вот что-то случилось, да. Смотрю, сразу приехали. Сразу все сделали. В ЖКХ столичные нас уверили, что они оперативно реагируют на каждое обращение. Но, по словам жильцов, все эти проблемы почему-то устраняет не они, а другая управляющая компания. На этих домах мы устранили течи, одолбили наледи. Ну и по мелочи тоже много чего было сделано. Акты все эти мы передали в жилнадзор. По словам юриста управляющей компании «Юнион», сегодня процедура оформления перехода этих домов в их ведение застопорилась. Нас вызывали два раза к ней на совещание. И два раза на этих совещаниях нам говорили, что мы не имеем права эти дома обслуживать. Хотя протоколы жильцов у нас есть. В Управлении Государственного строительного и жилищного надзора республики ситуацию прокомментировали так. На сегодняшний день в Управление поступили копии протоколов на 18 домов о том, что собственники решили выбрать обслуживающую организацию «Юнион». Но при этом нарушение жилищного законодательства инициаторами не приложен подлинники протокола. Отсутствуют были тени с решениями собственников. И, соответственно, на сегодняшний день, помимо вот этих протоколов, поступили еще и обращения, жалобы о том, что нарушен порядок при проведении общих собраний. Когда можно будет поставить точку, в этом вопросе еще неизвестно. А пока все это решается, на дворе наступает весна. Скоро будут потопы, лужи и мусор. Главное, чтобы в это самое красивое время года не страдали от бездействия управляющих компаний жильцы промышленного округа. Вот тогда и посмотрим, кто как работает. Дмитрий Тымыров, Василий Слепцов, Якутск.